Сложилась такая обстановка, что в сельском хозяйстве и вы испытываете какие-то сложности, и мы, машиностроители, тоже испытываем сложности. Но эти сложности, они выступают, с одной стороны, как проблемы для нас, которые очень сложно описывать, с другой стороны, это новые возможности для вас, для нас. А вот здесь, думаю, что многие, те, кто вообще, в принципе, не интересовался технологией Nautil, они задумались об этой технологии не только из-за осадков, но эта технология также позволяет и сэкономить в настоящее время затраты, которые в последнее время растут в геометрической прогрессии. Это высокие кредиты и недоступность этих кредитов, и с этим сталкиваемся точно так же и мы. На рынке мы присутствуем достаточно давно, с 2009 года, занимались и продажей иностранной техники, которая для технологии Nautil подозначалась, но впоследствии решили, почему бы не заняться этим самостоятельно. Да, мы выбрали технику, потому что аргентинскую, мы часто посещали эту страну и поняли, что на тот момент, наверное, это была одна из лучших техник, которая подходила под технологию Nautil. Вот. Соответственно, мы остановились на ней, взяли за аналог Жерарди, здесь у вас был свой опыт с этой техникой Жерарди, но наш опыт показал совершенно другое. Мы видели проблему, с которыми крестьяне сталкиваются с этой техникой. Мы точно так же обращались к производителям этой техники. Было очень сложно, иногда даже, в принципе, невозможно с ними общаться. Вот. Но впоследствии, когда мы здесь полностью ее локализовали, мы знали, на какие проблемы, на какие конструктивные особенности обратить внимание, доработали эту технику. И в настоящий момент наша техника работает. Это не просто там голословное заявление от меня, от нашей компании. То есть есть сотни хозяйств, куда мы ежегодно продаем больше 100 единиц нашей техники. Она там работает, и очень часто крестьяне совершают повторные, там, вторые, третьи покупки. И в настоящий момент мы так же заходим в большие холдинги, которые ежегодно обновляют парк техники и меняют именно на наш. Также в последнее время мы очень сильно обновились с точки зрения производственных мощностей. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию новый цех, который позволил увеличить производственные мощности. Закупили, еще сумели закупить, скажем так, до всех этих событий новые станки. Где-то успели, где-то не успели. Но в любом случае это позволяет в настоящий момент выпускать достаточно надежную и качественную технику. Да, нам есть куда стремиться, я с этим даже не буду спорить. Но мы видим свои проблемы, свои ошибки и стараемся их исправлять, улучшать и двигаться дальше. Наша линейка техники. Мы стараемся охватить, скажем так, ниши, ну, различные ниши от маленьких фермеров до крупных агрохолдингов. Так, для маленьких фермеров у нас есть такие вот решения, как ДОН-114. Это небольшая сейлка, там, трехметровая для фермерских хозяйств, там, 200-300 гектар. Но она используется с трактором, которым есть в каждом хозяйстве. И, соответственно, докупать новую технику под сейлку не обязательно. ДОН-125 – это сейлка, которая для хозяйств, там, 500-600 гектар. В принципе, позволяет справляться с теми задачами, которые вы ставите перед собой, занимаясь технологией наутилки. И даже здесь есть хозяйство, где именно вот эта техника работает. В принципе, нам важно получать любую обратную связь, которая, как бы, есть на данный момент. И мы, ну, мы учитываем это. Да, случается всякое, но мы не стоим на месте, развиваемся. Следующая техника – это, скажем так, флагманы нашего производства. Это ДОН-651. Ширина захвата у него 10,7 стандартная. Но в прошлом году мы сделали 12-метровую модель. Также сейчас и ДОН-637 – это техника чуть поменьше. Ширина захвата у него 7,7 метров. И агрегатируется она с тракторами, которые сейчас пользуются таким наибольшим спросом. Это, там, 240 лошадиных сил Кирюша. Мы проанализировали рынок. И рынок вот именно этих тракторов, он растущий. Соответственно, под него требуются такие комплексы. Также мы видим тенденцию, что стали востребованы анкерные рабочие органы. И, в принципе, мы такой орган рабочий сделали. Он представлен здесь на… Ну, здесь вот стоит анкерный сошник и дисковый сошник. Это то, что сейчас мы выпускаем. Также в планах у нас есть сделать полноценную анкерную сейлку. Не просто рабочий орган навесить на старую раму, а именно полноценную анкерную сейлку. То есть мы стараемся следовать этим тенденциям. Также от нас долго ждали монодиска. В настоящее время вот не то, что прототип этой модели монодиска. Сейчас на полях одного из хозяйств в Тавропольском крае мы начали сборку. Этой сейлки и, я думаю, до конца октября проведем испытания. И уже будут какие-то результаты. На следующий год запланирован серийный выпуск этих сейлок. География Наир. Порядка 37 регионов. Мы продаем, скажем так, были продажи у нас и в Восточную Европу, когда это было возможно. И в Африку поставляли пассивные комплексы. В прошлом году мы расширились до Приморского края. То есть, в принципе, техника работает по всей стране. И наши планы. Не буду долго отвлекать ваше внимание. Мы хотим ежегодно расти плюс 30%, потому что видим, что потребность в этих пассивных комплексах, в нашей технике, она есть. И она используется не только по технологии наутил, но многие, те, кто работает даже по классической технологии, здесь это звучит, наверное, не то, что скажу, неприятно, но люди работают по этой технологии, этими комплексами, и им нравится. Дальше, одно, наверное, из приоритетов, это то, чтобы техника простым языком, она не ломалась, просто работала, работала и работала. И в частности, здесь было очень много нареканий по подшипникам, на подобных сейлках. Но я могу смело заверить, что за последние 2-3 года мы вообще не получаем рекламации на подшипники. Вообще. То есть люди работают там за сезон, в таких там, в Курганской области, за сезон отсевают там 3-4 тысячи, на один комплекс приходится нагрузка. Подшипники не выходят из строя. Вот, ну, снижение трудоемкости, эксплуатации машин, ну, а также расширение ассортиментов, про которые я уже сказал. Спасибо за внимание. Еще хотелось бы напомнить, что мы ежегодно проводим конференцию, это ассоциация сторонников прямого посева. Ежегодно она проходила в Ростове-на-Дону. В этом году возникли трудности с логистикой, многие не смогли ее посетить, потому что аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт. Поэтому в феврале мы проведем это мероприятие в минеральных водах. То есть аэропорт там работает, соответственно, туда можно будет добраться с Москвы, есть прямые рейсы с других городов. Поэтому всех вас ждем, приглашаем. Если какая-то нужна дополнительная информация, мы сейчас здесь ее сможем вам дать. Есть листовки, раздатка, есть уже план мероприятий, кто выступать будет. Поэтому добро пожаловать! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова